Виктор Володимирович, возможно, вы откомментируете решение суду? Просили миллиард, но судья не пошла. Так, на поводу прокурорів, пожалуйста, ваша реальность. Ну, знаете, если говорить вообще о решении суда, которое сейчас было оглашено в краткой редакции, я скажу, конечно же, то, что сегодня и вы, в том числе, услышали в ходе судебного разбирательства, то, что было представлено прокурорами, то, что было представлено защитой, то, о чем говорил я, выступая в судебном заседании, свидетельствует об одном, что в данном случае имеет место незаконное уголовное преследование, фабрикация, преступная фабрикация очередного уголовного дела по отношению к тому. Делает это все власть, делает целенаправленно, как борьба, направленная на уничтожение оппозиции и меня, как одного из представителей оппозиции, одного из представителей оппозиционной платформы «За жизнь». Поэтому говорить о том, что я или адвокаты удовлетворены таким решением, когда на ровном месте, фактически высосаны из пальца обвинения, которые звучали сейчас в зале судебного заседания, которым не было ни одного доказательства представлено, которое бы подтверждало тезисы, изложенные в материалах подозрения, тезисы, которые бы давали основания считать необходимым удовлетворить ходатайство в избрании меры пресечения, просто не приходится. Поэтому я считаю это незаконными политическими репрессиями. В данном случае, так как я и говорил перед началом судебного заседания, вряд ли можно рассчитывать на суд, если сегодня указания суду дают с офиса президента, если власть заинтересована на ровном месте найти те или иные уголовные обвинения. Причем абсолютно без доказательства и абсурдно. Я об этом говорил сегодня, акцентировал внимание суда, внимание прокуроров и средств массовой информации, которые освещали это судебное заседание. Что очень странно, странным, если бы не шла речь обо мне, то есть о себе, и я об этом говорю и комментирую, когда то, что делалось в интересах государства, в интересах украинских граждан, сегодня расценивается как преступные действия, да еще и в таких тяжких обвинениях, как сотрудничество, как оказание содействия террористическим организациям. Мы, безусловно, мы его должны прочитать, потому что есть вопросы по этому решению, которые, ну, может быть, мы плохо услышали адвокаты в отношении даты и некоторых еще обстоятельств, и потом мы примем решение. Я еще раз утверждаю, что мы, конечно же, не удовлетворены этим решением, не удовлетворены. И борьба продолжается. Я далек от мыслей был и сегодня, и последние месяцы, что это все может просто так закончиться. Власть целенаправленно, целеустремленно ведет незаконную борьбу со мной через возбуждение незаконных уголовных дел. Вы неодноразово говорили, что оппозиционная платформа «За життя» выступает местком между Россией, Европой, Сходом и Заходом. Как вы считаете, вот эта вся история связана с вашей справой. Для чего покликана взагалі? Для того, чтобы прервать эти все связки? Вы знаете, ну, если учитывать, а для этого есть достаточно аргументов, что за всеми этими решениями, за незаконным уголовным преследованием стоит власть, стоит команда Зеленского и его окружения, то нет альтернативных выводов, кроме того, что власть сегодня пытается всячески воспрепятствовать налаживание отношений с Россией. А они очень выгодны, экономические отношения. И мы неоднократно говорили, что Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНД. Это выгодно в первую очередь Украине, не Западу, не России. Хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. Но в первую очередь это выгодно Украине. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямых поставках. И могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходится в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятие с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины, он как раз и заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНД, на рынках России и на рынках стран Азиатско-Тихоеканского региона. И если не видеть в этом перспективе, значит не видеть вообще пути восстановления нашей экономики, восстановления уровня дохода и благосостояния нашей граждан. И это не просто ошибка, это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношения торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот, в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каких-то разовым мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины. Вот это страшно. Страшно для власти, страшно для судьбы страны. И страшно, самое главное, для простых людей, которые от этого будут иметь негативные последствия во всем. В ценах, в рабочих местах, в жилищно-коммунальных тарифах, в правах и в гарантиях на то, что они должны обладать в нормальном демократическом правом государстве. Все это подвержено сегодня уничтожению. Страна идет по пути узорпации власти и установления диктатуры, и это не принесет пользу нашему государству. Ваша статья на відповідь на статтю Володимира Путіна, про то, что нужно с Зеленским встречаться, после того, как, в частности, против вас будет справа закрыта, и после того, как вы решат, про что, в целом, можно говорить с президентом Зеленским? Как думаете, все эти, я не знаю, спубликованные, за вашими словами, справы, они заориентованы на то, чтобы не вести диалог с Россией? Вы знаете, мне сложно говорить об этом, потому что это касается меня, но я вам хочу сказать, что и в ответ своей статье, и сегодня, я твердо умил о том, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Зеленским, потому что это интерес для Украины, я в этом абсолютно уверен, и вот тут задают вопрос ваши коллеги по поводу ведения переговоров со страной-агрессором, видимо, этот журналист считает, что Россия-агрессор – это уже аксиома и навсегда, и я думаю, что это точка зрения, я знаю, что приняло Греховное Радо, и я считаю, что чем раньше власть во главе с Зеленским одумается и найдет интерес для страны и для людей, а этот интерес именно в мирном существовании, налаживании торговых и экономических отношений, и самое главное для Украины – в мире на Донбассе. Без мира на Донбассе стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один. А вам не считается, что проблема мира на Донбассе полягает в том, что Россия ввела свои туда войска? Я сейчас отвечу вашему коллеге. Смотрите, мне так не кажется по одной простой причине, что ни одна международная организация, начиная с ОБСЕ, ООН и другие международные организации страны, никогда не устанавливая наличие регулярных войск Российской Федерации на Донбассе. Вы крупно ошибаетесь, не владеете вопросом и занимаетесь популяризацией… Это Россия не воюет из Украины. Послушайте, я же вам отвечаю. Я вам отвечаю. И занимаетесь популяризацией того, что вносит как раз диссонанс в наши отношения и вредит. А теперь насчет того, что Россия не воюет из Украины. Да, Россия и Украина никогда не были в состоянии войны и не находятся. Это для вас, наверное, странно, но я вам открою государственные станции. Никогда не находилась в состоянии войны ни Украина с Россией, ни Россия с Украиной. И дай бог, никогда находиться не будет. А вы, когда задаете вопрос, вы должны быть в предмете. И понимать, что вот эти голословные высказывания, вам, как журналисту, надо знать, война. Есть боевые действия на Донбассе, но там нет регулярных российских войск. Есть, как вы говорите, высказывания по поводу войны, но войну никто не объявлял. Почему уже за 7 лет при власти господина Порошенко, 2 года при власти Зеленского, который так часто употребляет подобные термины, ну почему не объявить войну? И всем станет ясно, что мы находимся в таких-то, таких-то действиях и в таком-то состоянии, которое предполагает определенный статус по Конституции и процедуру принятия решений. Нет такого решения, а значит и нет действий. А вот разговоры, ля-ля-ля, и разные высказывания и комментарии есть. Пользу они не приносят, а вред они уже принесли. И этот вред будет продолжать существовать. Вы знаете, я вам хочу сказать о том, что по поводу того, кто кого убивает на Донбассе, надо обращаться сегодня к официальным органам, они хорошо знают о том, как происходят ранения, как происходит, к сожалению, потеря состава. И с одной, и с другой стороны. И кто кого убивает, мы ответим на вопрос или дадим комментарий. Но быстрее всего и лучше всего установить мир. И наша партия как раз отстаивает этот мир, начиная с 2014 года. И вот те, кто на сегодняшний день разжигает рознь, те, которые пытаются натравить одних на других вместо мирного регулирования, и виноваты сегодня в том, что у нас нет мира, и мы продолжаем, к сожалению, считать жертвой на Донбассе. Вы знаете, я вам хочу сказать, что современная украинская власть надо отдать объективно не только действующее, но и та, которая пришла в 2014 году, она превратила Украину из субъекта внешней политики в объект. И так она, к сожалению, огромному сожалению, продолжает. Она не субъект внешней политики, хотя каждое суверенное и независимое государство должно быть субъектом во внешней политике. Мы сегодня являемся объектом внешнего управления, мы являемся объектом во внешней политике. Вопрос там звучал по поводу ДНР. Да, я до вас приводил ДНР и ЛНР. Під час заседания звучало, что никто не признан, там, в Упроводной Раде и в 2015 году и так далее. По проведении 2018 года Генфлортура признала, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями. Отвечаю, отвечаю вам. Ныне быто, а ДНР и ЛНР может быть признана террористической организацией только и исключительно по решению суда. У нас в течение 2017, 2018 и 2019 года есть несколько дел по Украине, когда в тех или иных случаях отдельно ДНР и ЛНР признавались террористическими организациями. Ничего общего. С тем периодом, который сегодня меняется, ноябрь, 14-го, январь, 15-го, ничего общего с тем, что приводится в качестве доказательств материалов подозрений в отношении того, что оказывалось содействие ДНР и ЛНР, не имеет. Потому что на тот момент и тогда в установленном законном порядке они не были признаны террористическими организациями. И я приводил пример, что все обращения Верховной Рады о зачислении в список террористических организаций, о признании террористических организаций, они закончились безуспешно. Потому что в мире международные организации, ООН, ОБРИСИЯ хорошо понимают, что как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину, и Украины на Донбасс, можно будет просто забыть. Поэтому этого категорически, я считаю, делать нельзя, потому что мы заинтересованы в восстановлении территориальной целостности. Мы заинтересованы, чтобы Донбасс вернулся в Украину. И надо делать все именно для этого. И восстановить... Позвольте последнее вопрос, пожалуйста, почему так с такими ревнищами ставится Владимир Саденцкий? Вам же дали ответ. Нет, не дали. Дали ответ, вы не можете слушать. Ну так, а в чем ответ? Конкретно ответ, да, чи не? Что заканчивается там, на территории? Вы, пожалуйста, свидетельство. Позвольте, пожалуйста. Свидетельство отношения власти. В чем? Ведь я с конца 2018 года не занимаюсь вопросами обмена. Не занимаюсь. И те освобождения, которые удалось сделать в 2019 году, и то предложение, которое прозвучало в январе 2021 года, это было предложение той стороны для того, чтобы не обменять, а в односторонном порядке освободить. В данном случае в январе речь шла о четырех женщинах, двое из которых на тот момент были приговорены к огромным срокам лишения свободы, 12-14 лет, а две женщины находились под следствием. Представители обратились ко мне официально, публично, через средства массовых народов. Викторович, приедьте, заберите. Что ответила СБУ власть? Нет. Медведчуку никогда. Так вопрос же не в Медведчуке. Вопрос в том, что эти женщины могли вернуться домой, к семье, к родным. Но власть сделала все, чтобы это не произошло. Кстати, не произошло и до настоящего времени. Спасибо.